Ну что же, всем привет, народ, и сегодня мы с вами продолжаем проходить Призрака Оперы. Блин, так давно не было видосов, что я даже забыл своё приветствие, которое у меня было. Если оно, конечно, было уже с новым ником. В общем-то, если кто-то вдруг не знает, так долго не было Призрака Оперы, а он, в принципе, мог быть ещё тогда, когда я начинал стримить, ну, недавно, там, месяц-два, может, назад. Вот, он мог быть ещё тогда, но была просто проблема в том, что, когда я взял небольшую паузу, когда-то там давно, я удалил все игры, которые мы с вами проходили, в том числе и Призрака Оперы. Но так получилось, что я не сделал, похоже, облачное сохранение для Призрака Оперы, из-за чего у меня все сейвы просто сбились, и всё. Всё, мне пришлось его перепроходить заново, скачивая взломку, чтобы это было вообще возможно. Ну и в целом, как вы видите, мы находимся там, где вы остановились. Вот такие дела. Так, что у нас, в принципе, было? Скажу сразу, я не читал весь текст, который там был до этого, я просто прокликивал. Как я помню, мы пытались вместе с Мелик сбежать из подвала Эрика, но по пути на выход он нас поймал и поставил ультиматум. Либо Мелик уходит, но он убивает Кристину и себя, либо мы оба возвращаемся обратно. И, собственно, мы вернулись обратно. Ну, давайте спросим у Эрика, что он будет делать с нами дальше. Сначала мне нужно кое-что спросить у вас, Эрик. Если вы и правда думали, что я тогда сбегу вместо того, чтобы выйти за вас, то почему вы похитили меня, а не убили? Зачем вы снова затащили меня в эти пещеры? Я был уверен, что вы любите меня, пока не услышал кое-что крайне интересное на крыше оперного театра. Вы поднялись со мной туда? Какой же вы коварный. Хе-хе-хе. Оказалось, я ошибался. Ты все это время лгала, что любишь меня. И почему ты сняла кольцо моей бедной матушки? И теперь, благодаря этой ошибке, ты сможешь отведать мою великую месть. О, не переживай. Я пока еще даже не начал. Что значит, вы пока даже не начали? Что вы задумали? Это кольцо. Так вот, почему я нигде не могла его найти. Хе-хе. Что же, Кристина? Чтобы отпраздновать возвращение этого кольца, я бы хотел поделиться с тобой историей о моей матери. Видишь тот портрет вон там? Какое кольцо? О чем это он говорит? Он заставил меня носить это кольцо и сказал, что если я сниму его, то он ужасно мне отомстит. Я отдала его Раулю, потому что доверилась ему, но он бросил его с крыши. Боже, браво, Кристина, у вас вообще есть мужчины, которым можно доверять? Кристина, хорошенько взгляни на портрет. Ну, портрет порванный. Или просто изуродованный. Не, порванный. Этот портрет... Кольцо на пальце женщины на портрете не давало мне покоя каждый раз, когда я смотрела на него. Угадаешь, чей это портрет, Кристина? Нет, у него же содрано лицо. Моя бедная матушка даже не удосужилась дать мне имя. Наверное, она жила долго и счастливо на деньги, которые ей заплатили за меня в цирке. Можно об этом не говорить? Ведь эта история до сих пор причиняет вам боль. Но может ли эта боль сравниться с той, когда тебя предает любимый человек? Я не забыл о своих любимых родителях, путешествуя по Европе и по странам Востока. Я не забыл их лица, даже живя тут. Я помню их так же отчетливо, как ты запомнишь ужасный лик торжествующего Дон Джоана до конца своих дней. Эрик, пожалуйста. Я попытался снова попасть в свой старый дом, когда вернулся во Францию. Даже несмотря на то, что земля, на которой он стоял, уже давно отошла Пруссии. Я... я думала, вы родом с Востока. Место, где я не был рожден, где меня не растили и не дали имени. Не кружи голову Кристины своими лживыми рассказами. Должен ли я быть честен с той, кто меня предал? Но все же, Кристина, я до сих пор люблю тебя всем сердцем. Так почему бы тебе не послушать мою коротенькую историю? Выдуманная история ничего не значит. Но я обещаю, что моя сказка будет самой интересной. Безымянное дитя возвращается домой после всех лишений. Но дом пустый, его никто не встречает. Они все что, уехали из города? Нет. Они уже давно лежат в своих могилах. Ах, бедная моя семья. А затем я медленно прошелся по дому. Я смотрел на бебель, обои, узоры под потолком. Все, чего у меня никогда не было. И знаешь, что я еще там увидел? Ты увидел порванный портрет? Нет, я увидел улыбку своей матери. Я увидел мою матушку, так ясно улыбающуюся мне с портрета. О, моя дружайшая, милая матушка. Как сильно я тебя люблю. Эрик, прошу, прекрати. Я поняла, что твои родители были ужасными людьми. Но зачем же ты проплетаешь мертвых? Тебе же от этого только хуже. У меня глаза моей матери. По крайней мере, тот, который нормальный. При этом я очень плохо помню ее лицо. Она почти никогда не разрешала мне смотреть на нее. Скорее всего, моя маменька наслаждалась жизнью по полной, купаясь в лучах восходящего солнца, в отличие от ее бедного дитя. Готов поспорить, что после того ужаса, которому она подвергла своего ребенка, она даже не чувствовала угрызений совести. Я не мог спокойно смотреть на лицо моей матери, но я также не мог оставить портрет там. Так что перед тем, как я вывез оттуда всю мебель и забрал кольцо, я подошел к портрету и... Сорвал эту улыбку с ее лица. Кристина, я презираю тебя так же сильно, как люблю. Должно быть, моя матушка была рада, что так и не увидела меня снова до своей смерти. Эта женщина все равно бы не смогла совладать с моей любовью. Я бы сжал ее шею со всей той силой, на которую способна моя любовь. Даже если бы ты стала выглядеть так же, я бы все равно не перестал тебя любить. Ах, я лишь хотел любить, но мне этого не позволяли. Франко-Прусская война Франко-Прусская война 1870-го по 1871-е годы. Военный конфликт между империей Наполеона III и германскими государствами во главе с добивающейся европейской гегемонией Пруссии, спровоцированной прусским канцлером Ото Бисмарком. Прибывавшая в дипломатической изоляции Франция потерпела поражение. Окончательно мирный договор был подписан 10 мая во Франкфурте. В результате Франция потеряла Эльзас и Лотаргинию. Была выжена разместить прусские войска на своей территории, а также обязалась выплатить контрибуцию в размере 5 миллиардов франков. Кристина, вы в порядке? Дай ей реку шанс, он бы сотворил со своей матерью то же самое, что сделала с тем портретом. Уверена, что так есть. Он совершал дела и поужаснее. Если мы не можем ни сбежать, ни умереть, то что же теперь с нами будет? Кристина, не стоит так просто сдаваться. Знаю, мне нужно держать себя в руках. Но я не уверен, что смогу. Мне кажется, я схожу с ума. Эрик, за этой стеной тоже есть комната? Да, Кристина, всё так. За этой стеной находится место без тьмы. Но нет, после того, что вы мне сказали, мне нужно хоть попытаться что-то сделать. Я попытаюсь снова собраться с силами. Прошу, помогите мне. Чем я могу помочь? Он упомянул, что за этой стеной находится место без тьмы. Как только он это сказал, у меня побежали мурашки. Я уверен, что там точно что-то есть. За этим шкафом? За этим книжным шкафом что-нибудь есть? Должно быть. Что бы это ни было, Эрик попытался это спрятать. Наверное, за ним есть потайной ход. Полагаю, всё может быть. Давайте попробуем его подвинуть. Навалимся на него на счёт три. Раз, два, три. Давай, навались. Скрипит, но не двигается с места. Давайте попробуем подвинуться в другую сторону. Давай, в другую. Навались. Нет, совсем не двигается. Наверное, что-то не даёт ей сдвинуться с места. Кристина, тут какое-то маленькое отверстие. Не посмотрите? Скорее всего, отверстие под ключ. Похоже на замочную скважину. Думаю, книжный шкаф подвинется, если вставить туда ключ. Может, один из этих ключей подойдёт? Внутри находится ключ правосудия, который разделяет жизнь и смерть. Правосудие для тех, кто делает неправильный выбор. Я знаю только об одном ключе, и у него очень странное название. Что-то про жизнь и смерть. Он лежит в сумке. Тогда нам нужно срочно найти эту сумку. Что-нибудь в этой комнате кажется вам подозрительным? Эх, хороший вопрос. Но учитывая, как он любит всё прятать за картинами, скорее всего, за какой-то из них. Рама этой картины. Эта рама привинчена к стене сильнее всех остальных. Это показалось мне очень подозрительным. Вы пробовали за неё потянуть? Нет, но сейчас попробую. Есть тут что-нибудь острое, чем можно её поддеть? Не думаю. Придётся делать это голыми руками. Что? А вдруг вам станет больно? Если это наш единственный путь отсюда, то я буду продолжать тянуть. Но я не думаю, что там прям сильно эта картина закреплена. Какие-нибудь такие лёгкие держатели. Так больно. Но я справлюсь. Кристина, вы в порядке? У нас уже почти получилось. Но, блин. Если тебе больно её тянуть. А может быть, сама рама какая-то за... Типа заострённая? Ай, я поранила руку. Но я не хочу, чтобы Мелик переживала. И она отошла. И там будет реально сумка эта лежать? Тут так темно. Мне ничего не видно. Я бы бросила туда какую-нибудь вещь, но не хочу ненароком кого-нибудь задеть. И этим сейчас занята ваша прелестная головушка? Там так темно. Так темно для места, называемого местом без тьмы. Нужно ли было захватить с собой лампу? Так, Кристина. Не отойдёте ли в сторону на секунду? Зачем так шуметь? Я попыталась узнать, насколько большое это помещение. По характеру эха я могу определить примерно размер этой комнаты и материал, из которого сделаны её стены. Просто невероятно. Что-то не так? Крепитесь, Кристина. Стена. Здесь ничего нет. Никакого потайного прохода. Лишь глухая стена. Что? Так, чё это? Эхолокация. Эхолокация – способ, при помощи которого положение объекта определяется по времени задержки возвращений отражённой звуковой волны. Животные, например, летучие мыши и дельфины, используют эхолокацию для ориентации в пространстве и для определения местоположения объектов вокруг них. Люди также используют эхолокацию. Конечно, людям не требуется дельфине способности издавать ультразвук. Да, мы не способны к этому. Однако принцип работы механизмов, которыми мы пользуемся, позаимствован у дельфинов. Любой звук, будь то удар трость об асфальт или цоканье языком, создаёт отражённую звуковую волну. Потом звук доходит к нам в мозг и дополняет нашу картину восприятия. Если вы цокнете языком в поле или у стены, то точно услышите разницу. Эхолокация помогает людям со слабым зрением вновь видеть мир вокруг себя, помогая снова понять форму и размер предметов, а также расстояние до них и даже материал, из которого они сделаны. Возможно, люди этого и не подозревают, но многие способности мы унаследовали от наших братьев. Меньших, но это очевидно. Это очевидно и понятно. Нет, тут должен быть проход. Если прохода тут больше нет... Это всё моя вина. Мы выбились и сел лишь по моей прихоти. Нет, не стоит отчаиваться. Я не отчаялась. Но сейчас я даже не хочу думать обо всём этом. Я слишком устала. Эрик никогда не изменится. Какая глупая я была, когда думала, что могу помочь ему измениться. Кристина? Почему вы стали так тихо разговаривать? С меня довольна. Как я могу помогать другим, если даже себе не в силах помочь? Такая я дурёха. Столько сил на это положила. Оказалось, что тут тупик. Голова кружится. Мне нужно отдышаться. Кристина? Кристина! Так, теперь мы играем за Мелик. Так, Кристина! Кристина Мелик... А, блин. Так, надо сразу всё вот это вот пролистать, потому что пока я перепроходил игру, я вот это вот всё не листал. Так что поэтому какой-то факт, который мы сейчас должны были узнать, мы с вами, к сожалению, не узнаем. Потому что я не знаю, где он должен быть. Так, ну вроде бы у всех всё пролистал, поэтому давайте подойдём Кристине. Кристина, вы в порядке? Прошу, ответьте. Кристина сказала, что очень устала. Нужно было заставить её отдохнуть. Проклятье! Да я скорее умру, чем попрошу это исчадие о помощи. Но он не обрадуется, если Кристина погибнет. Мне нужно спасти её любой ценой. Что мне делать? Эмм... Ну, учитывая, что Мелик не хочет общаться с Эриком, ну спасти без спроса. Мне всё равно, насколько дело плохо. Я в жизни не попрошу помощи у этого демона. Но сейчас я не в силах ничего предпринять. Что делать с тем, кто упал в обморок? Проклятье! Нужно было научиться с новым первой помощи. Похоже, у меня нет выбора. Придётся ждать, когда она очнётся. Я хотя бы могу помолиться. Но вдруг мы верим в разных богов? Она всё ещё дышит. Хвала небесам. Хм... Я вижу, что вы обе истощены. С чего вдруг ты решил, что можешь просто так тут расхаживать? Кристина при смерти. И всё, это твоя вина. Она хотела покончить жизнь самоубийством? Так не пойдёт. Мне она ещё нужна. Ты всё ещё должна сыграть свою роль, Кристина. Ты моя величайшая любовь и самый заклятый мой враг. Какую роль? Ты ещё что удумал? Ты что, не слышала меня ранее? Скоро начнётся моя великая месть. Ну, теперь мы имеем ещё одну красивую картинку. Которая, скорее всего, пойдёт на превьюшку. Да, пожалуй, на превьюшку. Продолжение следует... До сих пор кашель уже прошёл почти месяц, а кашель всё ещё не проходит. Поэтому, если я буду время от времени кашлять, то уж извините. Тайный ход. Было три тайных хода, известных мне. Однако, оперный театр закрыл два из них. Тем временем, Рауль и Хатим спешили к гримерке Кристины. Поспешите. Я вас догоню. Мне нужно проследить, чтобы никто не шёл за нами по пятам. Так, вперёд. Идём к гримерке. Так, я так понимаю, они сейчас будут спускаться вниз. Кристине и Мелик. Тут заперто, месье Дарага. Думаете, вы сможете открыть дверь? Не переживай. Я снял копию с главного ключа оперного театра как раз для подобных ситуаций. Открывай, давай. Давай, давай, открывай. Да, блин. Я думал, только у директоров есть доступ к главному ключу. Сейчас не самое лучшее время думать об этом. В любом случае, мне нужно проверить вас и понять, здраво ли вы оцениваете сложившуюся ситуацию. Не самое лучшее время для проверок, не находите, месье Дарага? Понимаете, я люблю быть уверенным во всём, за что берусь. Вы никак не могли знать о потайном ходе, который ведёт систему пещер под оперным театром. И? И в чём проверка? Ну, проход здесь. Тогда, в день маскарада, я отчасти узнал о секрете этого зеркала. А он внезапно появился из-за него, схватил Кристину и сгинул без следа. В самую точку. Вы пробовали трогать зеркало? Нет, с тех пор я сюда не заходил. А что, мы можем им управлять? Думаю, будет лучше, если я научу вас открывать его самостоятельно. Стукните посильнее сюда, а зайти вон сюда. Ну, давай. Так. Ага. 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 Да, блин, что-то тебе слишком длинно. Ну, ладно. Всё, дверь открыта. Пытайный ход, закрытый за самым обычным зеркалом. Кто мог проложить этот ход? И главное, когда? Это тоже его рук дело? Нет времени на болтовню. Нам надо спешить. Давай заходим. Пока не забыл. Я хотел кое-что у вас спросить, месье. Я сомневаюсь, что вы влюблены в Кристину, да и она, возможно, знает вас лишь как персы из оперного театра. Зачем тогда вы помогаете мне спасти её, если учить, что мы с вами едва... Если учесть, что мы с вами едва знакомы? У вас что, какие-то личные счёты с Эр... С ним? Я не могу сказать, что ненавижу его. Но я больше не испытываю к нему прежней симпатии. Я уже просил его за то, что он со мной сотворил. Нам пора. Так, да, блин. Здесь тоже всё сбилось. Здесь тоже всё сбилось. Но, видимо, в этой серии без фактов. И всё же, это довольно занятный механизм. Я такого раньше не видел. Ничего особенного. Очень распространённая конструкция, известная каждому персидскому инженеру. Эта потайная дверь ничем не отличается от точно такой же священника. В ченном дворце в Фифах, или той, за которой хранится золотой дельфи... Дельфийский треножник. Понятия не имею, о чём вы сейчас говорите, но я поражён. Я не удивлюсь, если вы скажете, что вы сами инженер. Никакой я не инженер. Но, ладно, нам пора. Так, как думаете, он знает о нашем скором визите? Наверное, он что-то подозревает. Каждая стена, дверь, люк... Всё здесь ему подвластно. А это мы его и назвали мастером ловушек. Получается, Эрик и создал все эти ловушки. Всё так, Викон Дэшанье. Так значит, нам предстоит побороться с крайне могущественным противником. Нет, в конце концов, он всего лишь человек. И я, собственно, ручно прикончу его. Долго ещё до логова Эрика? Идти ещё порядочно. Держитесь рядом, тут очень темно. Кто это? Шшш, спрячьтесь. Эти голоса... Они кажутся такими знакомыми. Опа, стоять, записка. В мире существуют два города Фивы. Один в Греции, другой в Египте. Оба города в древности были метрополиями и процветали. Мессихатим рассказывал мне, что побывал в обоих Фивах. Но те, в которых есть священный зал, должно быть египетский. Древние греки называли Фивами древнеегипетский... Древнеегипетский люксор. Вероятно, о таком городе вы слышали. Должно быть, речь шла о большом гипостильском зале в храмовом комплексе Карнака. Храмовый комплекс был построен во времена 11-й династии. При фараоне Сен-Уссерте I. Карнак – крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта. Главное государственное святилище Нового Царства. Его ещё полностью не раскопали. Ах, я забыл сказать ещё кое-что о Фивах. Мессихатим рассказывал, что во время своей молодости он посетил много древних руин. По его словам, он ездил на них не истории ради. Он просто очень любил архитектуру. Но Хатим же был полицейским. Полицейский вообще разбирается в архитектуре? Может, он просто турист-любитель? Ну, скорее всего, просто, ну, не знаю, там, увлекался этим, например. Просто нравилось. Хм. Там внизу что кто-то лежит? Скорее всего, это его рук дело. Ну, что ж, классно быть начеку. Комиссар, мы не можем объяснить, что тут произошло. Ужасно то, что инцидент со светом произошёл из-за того, что осветители уступили в время представления. Всего виной призрак. Макклер обожает нюхательный табак. Эта табакерка может послужить уликой. Боже, какое совпадение. Нет, постойте. Это просто не может быть совпадением. Может быть, все бы виной тот странный запах, о котором говорила Кристина. И тогда я тоже нюхаю табак. Очень интересная зацепка. Я знал. Не стоило бы оставлять. Это Комиссаро Мифруа. Нам лучше оставить их и пойти по своим делам. Так, записки, записки. Очень много. Блин, я одну записку, получается, пропустил, которая была задарогой. Ай, блин. Ну, без записки, значит. Так, орган. Информация может являться выморченной. Механизм имеется в оригинальном романе. Хоть название этого устройства и похоже на название настоящего музыкального инструмента, орган, описываемый в романе, не является таковым. Когда оперный театр только построили, электричество еще не было так активно в ходу. Именно поэтому его использовали только в определенных сценах в опере для спецэффектов и звуков. Для создания электричества использовали водород. Для создания разных эффектов нужно было определенное количество водорода. Для регулирования количества подаваемого водорода и был изобретен этот орган, Который по своему устройству и виду мало чем отличается от настоящего Нюхательный табак Табак вызывает привыкание и вреден для здоровья Поэтому если вы курите или как-то еще употребляете табак, то бросайте это дело А если не пробовали там курить или табак в целом, то я не советую и не стоит Это все вредит вашему здоровью и вызывает реально привыкание От которого потом будет очень тяжело избавиться Как можно понять из названия нюхательный табак или СНАФ Это табак без дымного способа употребления В высшем обществе привычка нюхать табак была распространена в 18-19 веках Все так Нюхательный табак вызывает рак так же как и сигареты, да и вообще негативно влияет на ваше здоровье Бездымный табак тоже опасен Запомните, если дыма нет, это не значит, что последствий не будет Поэтому еще раз повторюсь Курить и как-то связываться с табаком это все плохо Дельфы Это город в Древней Греции Дельфы были общегреческим религиозным центром с храмом и оракулом Аполлона Говорят, что Аполлон делился с греками своими пророчествами через оракула, который выседал на треножнике Хатим рассказывал, что в молодости он бывал в Дельфах Он так об этом рассказывает, будто был там не один Ездил ли он туда со слугами или с подчиненными? Ведь это так далеко от Персии Да, и вправду Далековато будет чуть-чуть Ну что ж, пришло время заканчивать ролик Если вам он понравился, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали Присоединяйтесь к Дискорд каналу и к Телеграм каналу тоже Все ссылки есть в описании под этим роликом Ну и в целом на этом пока что всё С вами был Фимли, увидимся в следующих роликах Субтитры сделал DimaTorzok